Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров AVR. У нас с вами Atmega 328 и расположена она сегодня на плате Arduino Uno, которая для нас сейчас является отладочной платой общего назначения. И неплохо она свои функции выполняет. Также она ещё тем хороша, что в ней есть встроенный переходник USB TTL, который ещё и обеспечивает неплохое питание. Так что питание подтягивать не приходится и мы уже его этот и модуль и также отладочную плату не питаем от программатора, что очень надёжно вносит, то есть надёжность. На прошлом занятии мы с вами познакомились, что такое внешние прерывания и как их обрабатывать. Ну может, мы не со всеми познакомились, но вполне этого достаточно. Я думаю, будет для того, чтобы продолжить нам заниматься с модулем LAN, изучать новые протоколы и также потренировать себя в практике прерываний внешних. Так как есть ножка INT у микросхемки N28, NG60, которая изменяет свой сигнал на противоположный по переполнению буфера, чем мы с вами сегодня попробуем и воспользоваться. Тем самым как раз то мы и попрактикуемся в обработке внешних прерываний. То есть мы будем уже нашу сеть обрабатывать не в бесконечном цикле, а увидим как. Ну, для этого, во-первых, давайте посмотрим, как у нас подключено всё. В принципе, схема особых изменений не претерпела по сравнению с тем, что у нас было, когда мы использовали с вами мелкую платку Arduino mini или Arduino Pro mini. Ножки остались практически те же самые. Ну, на сайте я расскажу, где какие ножки. Ну, вот они все. Вот эти те же самые ножки идут у нас, обеспечивают соединение по SPY. Здесь вот у нас вот питание. Я не знаю, надеюсь, вам тут видно. Вот тут вот я ещё кое-какие гребёночки, штырьевые линеечки, гнёздышки подпаял, чтобы было удобно, чтобы макетную плату не использовать. Хотя всё равно я и снизу немножко штырьки подпаял, мало ли пригодятся. Подпаять мне не тяжело, не развалюсь. И, в общем-то, всё точно также подсоединено, за исключением вот этого вот провода и вот этого вот контакта. То есть вот с этого контакта под названием int на модуле провод проходит вот сюда вот, на PD2 контакт, который мы с вами наряду с PD1 использовали при тренировке с внешним прерыванием на прошлом занятии. Проект мы с вами практически будем использовать арповский, поэтому давайте создавать проект. В общем немножко имя соответственно будет другое у нас. Ну, оно будет похоже. Сейчас мы всё увидим. Создаём мы новый проект. Вот у нас арп был проект. Мы воспользуемся, чтобы не вводить это всё. Ну, просто здесь вот вместо арп поставим int, чтобы было нам ясно, что мы работаем с интераптом, с прерываниями. Ну, папку оставим тут же или каталог и контроллер знаем, какой мы выберем от megan328p. Также мы откроем наш сайт. Вот. Здесь я также показал всё это, как делается. Ну, не обращайте внимания, что здесь часть 1. Возможно, никаких частей не будет и мы в один присес с вами правимся. Ну, так вот. Давайте пока что вернём проекту былой вид, который у нас был во времена арпа. zip-файл это тот же самый zip-файл, который лежит на сайте, чтобы разночтений у нас никаких не было. И практически все файлы с исходными кодами, за исключением main.c, мы скопируем сюда. main.c мы откроем с вами в блокноте, скопируем из него код, добавим все наши файлы также в проект, в дерево проекта, как существующие элементы. Ну, почему-то мы их с вами не видим. Ну да. Мы не в ту, наверное, папку всё положили. Сейчас мы сделаем вот так и файлики наши будут видны. Вот. Добавляем. Код стираем и копируем из buffer обмен. Теперь нажмём F7, пытаясь тем самым собрать проект. Проект у нас собрался. Сейчас мы его также попробуем прошить с вами. Вот. Пошла прошивка у нас. Ну, я уже тут кое-что смотрел. Я тестировал то, что у нас должно с вами получиться. Давайте мы сотрём. Ну, по всей видимости, проект прекрасно у нас работает. Какие-то идут у нас ARP-запросы. Хотя ещё никаких прерываний у нас тут не используется с вами. Ну, давайте также попробуем попинковать наш модуль. Как мы помним 192.168.1.193 там был адресок. Ну, вот у нас всё пинкуется. Всё отображается в терминальной программе. Значит, мы с вами заготовочку сделаем нормально. Ну, теперь, пользуясь опытом прошлого занятия, давайте добавим инициализацию порта. Вот. Мы включим нашу ножку PD2 или D2. Я просто привык по STM-овски. В общем, включим мы её на вход. Она же у нас как INT0. PD3 у нас была INT1, скорее всего я ошибся. Не PD1. Вот. Ну, теперь ещё также мы должны инициализировать сами прерывания. Также мы знаем, как это делать. Поэтому мы не будем код писать руками. Мы его скопируем. Ну, за исключением того, что немножко будет тут по-другому. То, что будем обрабатывать именно нисходящий фронт. И разрешим мы внешние прерывания только на одной ножке. Ну, мы знаем, как использовать регистры для инициализации каких-либо фронтов обрабатываемых. Ну, и также мы данные функции с вами вызовем. Вот здесь вот после инициализации таймера, я думаю, самое нормальное будет нам. Всё красиво подровняем. Ну, порой будем время от времени собирать код. Ну и понятное дело мы вот здесь с вами код закомментируем. Теперь мы не будем с вами парсить сеть в бесконечном цикле. Мы будем в обработчике прерывания. Поэтому мы используем обработчик прерывания для этой цели. Вот так вот он пишется. Мы это также знаем. Учить тут нас нечему. Немножко не такой разделитель получился. Это из-за недочётов WordPress'а системы CMS. Ну и всё. У нас по идее уже должно с вами всё работать. Мы сейчас проверим. Вот у нас пингуется всё точно так же. То есть… А, нет. Это я всё вру. Мы помимо того, чтобы собрать, мы ещё должны прошить. Сотрем лишнюю информацию с окна терминала, с главного. Вот. У нас всё собралось и пошла обработка. Как будто бы у нас ничего и не изменилось. Ну, немножко пинг стал поувереннее. Как мы видим, вот этих 22 у нас нету. Ну, что мы… Молодцы, конечно, всё это быстро справились. Ну, давайте немножко уж заодно и код оптимизируем. Раз уж мы по прерываниям, я думаю, нам не грозят вот здесь никакие ошибки. И с питанием у нас также всё с вами хорошо. Давайте вот эту задержку при отправке в пакет уберём. Ну и также ещё хочу сказать то, что у нас очень много времени тратится на вывод информации в терминал. Мы его выводить по-прежнему будем, но будем немножко в других местах. Потому что мы очень долго отвечаем на пинг. То есть мы много чего рисуем в это время. Давайте-ка зайдём в netc и там в eth-read функции всё, что связано у нас с усартом, закомментируем. Вот так. Также мы вот здесь вот отступим строчечку и давайте ещё вот у нас обрабатываются пакеты типа ARP и IP. А вдруг ещё какие-нибудь существуют Ethernet пакеты. Давайте сделаем для них тоже веточку с условием. И это условие мы с вами обработаем. Всё у нас на сайте тут написано очень прекрасно. Ну и здесь мы как раз и покажем, если вдруг к нам придут какие-то неясные пакеты. Ну здесь они может быть не придут, где я всё это тестирую. Там более такая резвая сеть. Да и надо тестировать, я думаю, в резвых местах. То есть вот там приходили пакеты IP версии 6. У меня по сети там порой такие гуляют уже. Что поделать? Ну давайте на всякий случай иногда будем прошивать и проверяться. И также будем пинговать. Вот как мы видим пинг уже быстрее прошёл. Пошёл уже не 6 у нас, а в общем 2 секунды. Давайте попробуем, что по-прежнему у нас работают ARP-ответы с ARP-запросами. Всё у нас работает. Вот только мы не видим уже половину. Потому что мы тут позакомментировали всё. Вот. Но оказывается ещё и не всё. Идём в ARP-READ функцию, в ARP-C. И где у нас ARP-request. Также уберём всё связанное с USART. У нас вообще тут почти всё с USART связано. Вот мы всё это и уберём. Ну, а также теперь мы перейдём в ARP-Send. И здесь мы теперь будем с вами отправлять информацию в USART. После того, как мы отправим пакет. Вот как мы сделаем с вами. Там уже нам будет возможно спешить некуда. Если вдруг будет прерывание, я так думаю, они у нас на нулевом приоритете. Они просто не дадут USART работать и отправляться по нём. То есть они будут обрабатывать пакеты, если в этот момент что-то придёт. То есть тормозов у нас вообще с вами как таковых не будет. А находясь в обработчике прерывания, мы не сможем опять же реагировать на прерывание. Поэтому не нужно нам там будет всё это отправлять. Ну, в общем я пробовал, всё это работает. Поэтому я с вами и делюсь, так сказать. Что ж мы тут напишем с вами. Ну, теперь также мы должны не забыть, что источник с приёмником у нас местами поменялись, во-первых. Вот такой вот код. Одну букву не подхватил. Убывает. Ну, как мы видим, всё тут у нас просто. Мы пишем адрес уже приёмника на самом деле. Это мы его позиционируем как адрес источника. Сначала пишем мы адрес физический, потом сетевой в скобках. И то же самое пишем после тире или дефиса для адреса приёмника. Ну, здесь он у нас источник, так как мы уже там всё перевернули с вами в пакете, когда его отправляли. Мы ж его уже отправили. Ну, давайте всё равно проверим. Время у нас сегодня есть. Как никогда прошьём. Вот пошёл пинг у нас. И хотя бы один должен у нас пройти арп-запрос. Ну, что-то он у нас… А, ну вот он, арп-реквест у нас уже был. То есть, вот как он… Вот у нас с девятнадцатого адреса, со сто седьмого. Если сетевой пришло, на наш сто девяносто третий. Всё здесь и IP, и MAC. Ну, пусть пока будет. Потом мы, может быть, если это всё когда-то будет работать у нас уверенно, мы поудаляем это всё ненужное. Ну, и теперь дальше ещё запрос с ответом ICMP мы с вами также оптимизируем. Мы, возможно, до одной миллисекунды с вами ещё и дойдём. Зайдём в ICMP ряд. То есть, начинается всё с него ведь. Мы узнали, что это ICMP, и начали его тут читать. То есть, мы давайте тут всё, что с USAR там связано, уберём. И выведем информацию мы в той же функции, только после отправки пакета, после IP-сэнда. Давайте посмотрим, какую мы информацию с вами выведем. Выведем мы информацию с вами вот такую. Практически то же самое, что и было. Мы информацию с вами выводим, но уже не тратя время на то, чтобы не вовремя отправить пакет. То есть, мы сначала первым делом спешим отправить пакет. С USAR там не работает. То есть, вот мы тут источник, приёмник. Ну, здесь у нас также перевернулись адреса, поэтому будем считать, что это источник, а это, то есть, да, а это приёмник у нас. Здесь нам MAC адреса никакие не нужны. Давайте соберём код, прошьём контроллер и посмотрим результат в терминальной программе. Ну, мы опять ping направим. Вот. У нас всё тут прекрасно, что со 107 на 193 к нам пришёл запрос ICMP request. То же самое мы также отчитались. Вот. И, как мы видим, здесь одна миллисекунда. Почему-то на STM мне одной миллисекунды добиться не удалось, там две. То есть, видимо, там библиотека HALL свои какие-то коррективы вносит, может ещё что-то, может какие-то модули работают. Ну, мы не торопимся с вами никуда. Так что смотрите и по STM. Обязательно урок. Всё это, то что я вам сегодня наговорил, законспектированное на сайте. Вот здесь я как раз показал, что иногда мне приходят вот такие вот пакетики. Вот. Ну, здесь вот результат. Ну, и также, примите поздравление, мы с вами сегодня сразу решили две задачи. Использование внешних прерываний для своевременного принятия и обработки пакетов от сетевого модуля. А также оптимизировали код за счёт исключения лишних посылок в шины UART. Подписывайтесь на канал, жмите кнопочку «Мне нравится». Всем всего хорошего. До свидания. Доброго здоровья. Подписывайтесь на канал. וכ